Всем выхода сборной России из группы в 1-8 финала чемпионата мира по футболу. С вами FIFA прогноз, очередной выпуск. Саша Дегтярев со мной, как всегда. Привет! 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 Перед тем, как мы начнем сегодня играть в матч 3-го тура группы А Уругвай против России, расскажи, как ты гоняешь на матче? Как тебе вообще, Чемка? Не ожидал абсолютно от тебя этого вопроса. В принципе, все проходит на высочайшем уровне. Фанаты делают абсолютно прекрасную атмосферу в любом из городов, где я был. В Казани, в Самаре, в Саранске. Везде было классно, даже несмотря на то, какой город Саранск. В принципе, стадионы везде прекрасно подготовлены, везде бетон обтянут голубенькими такими листами. Ну, это как интервью Мауриню, типа, у вас стабильность рушится, да? Ну, не знаю, как у Мауриню. Чемпионат мира проходит на самом высочайшем уровне. Как бы критически я ко всему не относился, действительно, все абсолютно прекрасно. Ну, единственное, что наши русские девушки иногда ведут себя очень отвязно. Это очень раздражает нас, россиян. Да, какие матчи ты еще должен будешь посетить? Я обязательно съезжу 25-го числа на матч Иран-Португалия в городе Саранск. Кто хочет, мы можем сходочку организовать. И на матч 1-8 финала, который пройдет в городе Ростов-на-Дону. Дальше посмотрим. Хочется попасть еще на какие-то матчи. Определенные сборные будут вылетать с турнира, болельщики будут билеты сдавать. Поэтому будет еще возможность, я думаю, попасть на четвертьфинал, как минимум. Ну да. Теперь же переходим к матчу Уругвай-Россия, который, по сути, решает на самом деле очень многое. А именно то, на какую сборную в итоге попадет сборная России по итогам группового этапа. Коэффициенты. Ну, в целом, если говорить о раскладах в группе, то сборная России либо с первого, либо со второго места выходит на либо Испанию, либо Португалию. Но у Ирана есть тоже шансы. Даже не математически, то есть при победе сборной Ирана над сборной Португалии все решится в пользу вот именно этой сборной. Ну, если с иранцами мы сыграем, будет просто максимально прекрасно. Ну, а чтобы сыграть с Ираном или Португалией или Испанией, то есть с командой, которая займет второе место в группе B, нам нужно занимать первое. А для этого нам нужна как минимум ничья со сборной Уругвая. Коэффициенты. Букмекеры верят в победу Уругвая в большей степени, но все-таки ктировки очень близки другу, то есть... Но этот чемпионат придает очень много сюрпризов. Да, бесспорно. Это система варк, большое количество пенальти и очень много автоголов. На данный момент 7 на турнире уже забито. Так вот, на Уругвай Лига Ставок дает 2,7, а на сборную России 2,9. Что в целом говорит о том, что сборные-то, по мнению букмекеров, практически равны, ну или, по крайней мере, находятся в примерно равной форме. Лига Ставок дает нам на ничью 3,05. 1хбет на Уругвай ставит 2,78. Это в целом немало. Самый маленький коэффициент на победу номинальный, домашний. Команды в этом матче 2,3 дает винлайн. И 2,78 это Олимп также. Сборная России это котировки от 2,9 до 3,02. В целом очень неплохо. Ну, я больше верю, конечно, здесь в ничейный результат. Конечно, хотелось бы побороться за победу, но и ничьей будет достаточно сборной России. Ну, а мы знаем, как сборная России играет в тех матчах, когда им достаточно ничьей. Так вот, на этот результат букмекеры говорят либо 3, либо 3,07. Ну, и в этом промежутке. Погнали уже играть. Если бы сборная Ирана вчера, точнее позавчера обыграла бы сборную Испании, тогда было бы уже все понятно, что Россия будет сливать эту игру специально. Потому что Иран тогда был бы на первом месте, а мы бы со второго места вышли. Итак, третий дур чемпионата мира по футболу. Уругвай против сборной России на стадионе Самара. Понеслась. Самара-арена. Да, понеслась. Знаешь, вот эмблема уругвайской федерации футбола напоминает эмблему какого-то колхоза вот с этими колосочками. Поэтому последний матч и не играет здесь. Причем это домашний матч для сборной Уругвая. Номинально. Номинально, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В начале встречи Суарес уже наказывает сборную России. Это был хороший раскат. Я думаю, такие простейшие пасы в настоящем матче сборной России все-таки при наилучших своих кондициях. Они сейчас именно такими являются. Такие пасы, наверное, пропускать не будет. Ну, посмотрим. Ну, и Акинфеев как бы в ближний угол так пускать мы не должны. Ну, у сборной России есть Джокер. В смысле? Дзюбиньо? А? Самый дзюбастый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На девятой минуте сборной России летит 2-0. Ну, так или иначе, при любом раскладе в этой игре сборная России попадает в 1-8 финал. Ну, конечно, не хотелось, чтобы сборная вот так вот быстро пускала 2-0. Забила больше всех голов на групповом этапе. И в итоге на втором месте оказалась. На ход игры пока это не сильно как-то скваживает. Юра! Юра! Хорошая игра в подкате. И помимо того, что мяч отобрал, еще и вывел из игры одного из самых активнейших, наверное, игроков сборной Уругвая на данный момент. Это Санчес был, который... Я думал, мяч в ворота. Я тоже думал. Так показалось зрителям. Вот это реально, вот все, FIFA начала теперь Игоря прям трансформировать в Игоря. Есть Гадзин, который проводит опять неплохой сезон. Перебью, первый тайм закончился со счетом 2-0 по статистике. По статистике 10 ударов, 9 из них в створ. У меня 3 удара и 2 из них в створ. Ну, в принципе, матч, который должен быть таким. Таким. Что, получится? Федя Смолов, давай, брат! Ну, хотя ты, конечно, слишком далеко что-то отошел от центра поля. И получилось у него! Получилось у Феди Смолова забить гол. Если так забьет Федя Смолов. Будет вполне себе неплохо. Сказал, Япония-Колумбия? Нет, Коста-Река-Сербия играли в один день с... Что сделал? Я хотел вниз отдать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Ну, Слера сейчас должен был забирать этот мяч, но мне добежал опять-таки 2 из 2. Рубль повысился на 2 в отношении к евро на 2 копейки. Видел, да? 2-1 сборная России проигрывает свой финальный матч в группе. Ну и, слава богу, не финальный матч на чемпионате. Ну, это поражение сборной России абсолютно ничего не решило. Разве что предопределило, кто будет соперником нашей команды. Команды Уругвая на стадии 1-8 финала чемпионата мира по футболу в нашей стране. Мы в этом плане будет очень легко играть. По-моему, они играют на следующий день после нас, после нашей группы. И они уже там могут видеть, на кого они будут выходить. Поэтому, я думаю, то, что и сборная Португалии, и сборная Ирана, и сборная Испании будут делать из этого вывода и будут строить игру именно так, чтобы выйти на сборную России, нежели на сборную Уругвая. Очень хочется надеяться, что все-таки любая сборная на этом турнире, невзирая на турнирные расклады и потенциальных возможных соперников, будет все-таки играть с максимальной полной самоотдачей. Чтобы иранцы в матче с Португалией показали то, что они могут сломать зубы любого фаворита. И португальцы, может быть, почему бы и нет, вылетят от этой прекрасной сборной. Хотелось бы видеть сборную Ирана соперником нашей страны. Абсолютно верно, потому что, хоть и Португалия чемпион Европы нынешняя, но с такой игрой не, ребят, не чемпион Европы. Помимо Кристиана Роналду, это все-таки сборная, ну, действительно, и не очень высокого такого уровня. Да. Александр Дегтяров, Роман Поленсков для вас просимулировали этот матч. Увидимся совсем скоро. На других матчах уже будем играть сетку плей-офф. Ну и там уже выявим победителя в этом чемпионате, я думаю. Всем пока, удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова